Всем доброго дня и хорошего настроения! Сегодня видео будет о покупочках. Их не так много, поэтому я вас надолго не задержу. Хотя, я всегда так говорю, но получается видео очень длинное, и я вас задерживаю надолго. Ну, посмотрим, как получится, как пойдет. Я люблю поболтать, но я думаю, что не сегодня. Так, давайте приступим к покупочкам. Все, кто смотрел меня, мои подписчики давно знают, что я тут ходила по магазинам, был такой шоппинг. Вообще, покупочек, если честно, очень много, потому что, как многие из вас знают, мы едем в Россию. Поэтому семья у нас большая, поэтому покупок очень было много, но покупки были на подарки. Я их, конечно, показывать не буду, но по ходу дела, пока мы искали покупки, что-то выцеплялось для себя, любимой. Поэтому вам сейчас я покажу, если кому-то это интересно. Первая моя покупка, я начну с такой, ну, не знаю, несерьезной, может быть, хотя, может быть, для кого-то и полезной покупки. Это вот такие гетры. Я вам сейчас объясню, почему я их купила. Я очень долго искала, но вот именно мне нужны были такие, чтобы они не сползали, хотя я и сползающих не могла очень долго найти. А эти гетры я купила в Декатлоне, в спортивном магазине, там, где отдел для гимнастики, для балета. Они плотные, такие связанные. Их можно регулировать любой длины, но вообще они как бы до середины бедра аж доходят. Прям даже не знаю, мне кажется, это такая вот вещь. Я даже стесняюсь как-то вам показывать. Мне кажется, ну, это как показывать, что ты купила носки или там, ну, еще что-то. Ну, как-то несерьезно. Хотя я говорю, что это может быть для многих какой-то полезной идейкой даже. Так вот, девочки, если кого-то это дальше заинтересует, я скажу, почему я их купила, почему я за ними охотилась. То их можно купить, ну, в Декатлоне, если у кого Декатлон есть. Ну, или посмотрите в спортивных магазинах, в спортивных отделах, там, говорю, где гимнастика. Они очень интересно сделаны. Они одеваются, ну, да, вот как перчатка, да. Только здесь пяточка получается и вот такой носочек. И вставляются в обувь. Так вот, я купила, так вот, я купила их вот для этих полусапожек. Мне нужны были такие сапоги, полусапоги, ботинки на небольшом каблучке. У меня есть джинсы, не буду рассказывать, какие долго, но к ним нужны были такие, вот говорю, сапожки или ботиночки на небольшом каблучке. Вообще лучше на большом каблучке, но так как на большом я уже ходить долго не могу, мне хотелось на небольшом. Так, опять так как. Потому что эти джинсы с обувью на низком ходу, ну, вообще никак не идут. Они смотрятся мешковато, а вот когда с каблучком, они так элегантно, брюками такими. Вот это не джинсы лосин, а они такие джинсы-брюки такие, широкие, красивые. Вот. Не ношу их, потому что не могу подобрать под них обувь. На низком ходу не могу, не красиво ходить, они получаются какие-то мешковаты, а на высоком, ну, не могу долго ходить. Поэтому в Заре была еще, не знаю, год назад, я не помню, показывала я вам в покупках эти ботинки с полусапожки или нет. Ну, в общем, где-то год назад зимняя, да, зимняя была распродажа, и я так по ходу дела, что-то ходила, смотрела, и они стоили 15 евро на распродаже. И я такая думаю, а, возьму, подойдут к джинсам. Но странно то, что я пришла, померила их джинсами, и они не подошли. Скорее всего, из-за того, что у них немножечко такой тупой носочек, и когда носок выглядывает, он тоже такими валенками получается из-под джинс торчет. Ну, что делать? Ну, мне понравился каблук, мне понравился, они такие сейчас, покажу, у них такой сапог-чулок тянется, очень удобно одевать его, такие сапожок-чулок. Но, опять же, носить вот просто с платьем, с юбкой, с чем-то, это не моя длина сапога. Я выгляжу, ну, не знаю даже как, 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 кто выгляжу, но очень некрасиво. Вот эта длина смотрится на моих ногах. Мне или нужно подлиньше, чтобы они были до середины икры, ну, чтобы хотя бы там, чуть, может быть, пониже середины икры. Или хотя бы, или тогда уже со всем ботиночками. Эта длина ни то, ни сё, ни два, ни полтора. Поэтому тоже они у меня лежали, лежали. Но у меня бы закралась мысль, что мне нужно вот купить к ним, к ним мне нужно купить гетры и сделать из них сапоги-чулки или сапоги-ботфорты. Ну, мне, говорю, не хотелось такие вот покупать гетры, которые у меня были одни такие вязанные коричневые, к коричневым сапогам, ботинкам. И они сползали постоянно вниз. Вот когда идёшь, они так опускаются, опускаются и превращаются вообще в носки-гармошку. И не знаешь, как этими подтяжками, что ли, их закреплять. А вот эти на проновых колготках держатся, я проходила весь день, нога, ногам тепло, потому что это, ну, шерсть не шерсть, трикотаж, ну, носки тёплые. Нога вообще тепло, замечательно, очень удобно, очень уютно и очень смотрится элегантно. Можно из них сделать полусапожки, завернуть. Можно сделать сапоги, я носила их, делала в длину вот прям до чашечки колена и очень красиво смотрелась. А девочкам молодым, ну, я не люблю ботфорты, их нужно носить с коротким платьем, мне кажется, с длинным, ну, может быть, какие-то там идут. Ну, я как-то не очень по ботфортам, вот это, ну, не моя обувь. Но вот эти, они очень хорошо смотрятся, и даже если сделать ботфортами, говорю, ну, коротенькое платье, ну, я уже сейчас не одену коротенькое платье. В общем, кому такая идея понравилась, смотрите в спортивных магазинах, а я вам сейчас покажу, как они смотрятся на ноги. Видно? Ну, вот так вот гетры можно сделать, как ботфорты, но это не мой вариант. А так вообще, я их немножко спускаю и чуть-чуть делаю нахлёст, наплыв на сапоги. И вот таким образом их расправляю такой гармошечкой. Получились вот сапожки. Отличные сапоги, которые смотрятся, как сапоги. Не знаю, как вам, мне нравится такой вариант. И я с большим удовольствием так ношу. Может, кому-то эта идея пригодится, понравится. И точно так же, что точно так же, ну, точно так же, как я, будете радоваться, что нашли применение своим ненужным полусапожкам, которые вы не можете носить, потому что они вам не подходят некрасиво. Ну, и всё остальное. А сейчас, пока Виталий не ушёл и с меня снимает, я вам покажу пальто. Сразу вам примерю его, потом его отпущу, и уже мы поговорим отдельно с девочками с глазом на глаз. Вот я так ходила, вот так вот я гуляла, вот в этом платье, в этих сапогах с гетрами и в этом пальто. Я себя не вижу, у меня нигде зеркала нет. Я красиво выгляжу, не лохматая, нет. Так вот, покажи. Это тут у меня такая вот штучка на кармашке. А на рукаве вот такая вот штучка. Ну что, продолжаем дальше наш разговор, наши покупочки. В общем, показала я вам, да? Это, кстати, пальто жарко. Оно такое вроде тоненькое, но оно такое тёплое вообще, дома ещё жарко. Это пальто я купила, ну ладно, давайте я одену, это как-то неудобно. Я вообще не люблю, когда блогеры, знаете, вот сейчас покажу. Когда блогеры вот так покажут, это вот хоть пародии снимайте. Девочки, кто умеет, снимите пародии на такие видео. Когда вот покажут, скажут, вот, девочки, я купила вот такое вот пальто, вот оно вот такого вот цвета. Ой, вы знаете, я так вообще была, я вот проходила по магазинам, я так была в него влюблена, я так его померила долго. Оно с таким красивым рисунком, ну не знаю, ну мне так нравится оно. И знаете, это вот так вот положат вещь, и полчаса будут об этой вещи разговаривать, да? Потом вот так опять кусочек покажут его, и опять. Поэтому давайте, ладно, я уже одену, чтобы как бы вам видеть. А, нет, я не одену. Я покажу вам фирму, да? Потому что я вообще не знаю. Ди... Диве? 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 Короче, я не фэшн-блогер, поэтому я могу неправильно называть марки. Вы уж меня простите, что сами читайте, как называется эта марка. Купила я это пальто еще в начале, в начале, в начале, в начале осени. Ходили мы в магазины, если девочки, кто со мной давно помнит. Я рассказывала про Аутлет от Корт Инглес. Вот я так, бывает, захожу периодически в этот магазин. И в тот, как раз, когда я была, мы что-то там прошли, и мне ничего не понравилось. И, я так понимаю, тогда была смена коллекции лета на осень-зиму. И в магазине был какой-то такой бардак. Все что-то не то. Что-то продавцы складывали, что-то убирали. И вот так вот, мимо проходя, у меня глаз зацепило вот это пальто. Кстати, не знаю, натуральная кожа или кожа зам. Ну, такие вот кожаные, лацканы. И под воротничком тоже кожа. Я вот так вот его носила. Вот. И, в общем, увидела это пальто. Что-то вот оно мне как-то так вот интересным показалось. Я думаю, померю его. И померила. И я так проходила. Потом еще Виталий там смотрел свое. Я так за Виталий проходила. И не могла даже его снять. Говорю, я не могу. О, мне так нравится. Я говорю, я не могу. Он говорит, да купи. Я такая, ой, я не знаю. Но мне так оно нравится. Ну, так оно мне нравится. А оно, девочки, стоило, вот не соврать, вот то, что оно 200 с лишним, стоило до 100%. Просто я не помню, сколько точно. То ли 230, то ли 280. Но я его взяла за 78 евро. Такая вот, да, разница. 70% там, по-моему, была скидка на него. И, кстати, я вам хочу сказать. Я совсем недавно была, когда вот мы сейчас покупали подарки. Если девочка, кто в Испании смотрит, в Барселоне, да, меня. И вот я недавно была, покупала, говорю, подарки. И эти пальто еще висят в этом магазине. Если кому-то интересно, можете сходить, посмотреть, померить их. И если понравится. Он, кстати, очень интересный такой. У него серое, и он с рюликсом, с таким. Оно поблескивает. Не такой ядерный металлический цвет, когда вот ты идешь, и прям вся сверкаешь, как новогодняя елка этим вот цветом. А у него такой деликатный, легкий такой вот блеск. Ну, он... Такую необычность придает вот этот блеск этому пальту. Просто не ожидая, что в пальто можно сделать вот такую игривую нотку. И я говорю, оно вроде бы такое пальто-пиджак, но тоже время, где здесь кожа, здесь есть такие что-то на армию, такие наметки. А здесь вроде бы как сердечко и типа любовь, но здесь не любовь. А, да, I love you написано. Ну, я люблю. И такая вот смесь игривая в этом пальто. И ткань такая с претензией на Шанель. Ну, все такое вот перемешано, все такие вот эти вот вкусы, сочетания и направления. И оно так выглядит очень-очень интересно. Ну, и как вы уже видели в сочетании с этим платьем и ботильонами, я даже не знаю, нет, это не ботильон, это полусапожки. И с гетрами оно очень красиво смотрится. Оно смотрится так необычно, стильно и, мне кажется, интеллигентно и в то же время модно. Ладно, давайте дальше. В общем, пальто суперское, я даже разделась, мне стало холодно. Классно. Так, шапку эту вы на мне уже видели, да, я в ней ходила. Шапку я не купила ни на скидках, потому что мне нужна была шапка, хотя шапка у меня есть, но она не такая красивая, как эта. А эту я тоже одела, даже я сперва как бы покупать не хотела, потому что, в принципе, для шапки это дорого. Она стоила 40 евро. Если я пальто за 70 купила, эту шапку за 40, ну, как-то дорого. Но также, я говорю, влюбляешься в вещи, просто, ну, не можешь уйти. И я понимаю, что если я не куплю эту шапку, то я больше такой шапки не встречу, может быть, никогда. И мне вот прямо вот жизненно необходима эта шапка. И то мы купили эти шапки, у Виталия практически одинаковые, только у Виталия точно такая же, только эмблема чуть-чуть побольше и цвет такой бордовый, такой мужской. А у меня в таком красном. И мы вроде бы как не одинаковыми шапками, с одинаковыми шапками, но вроде бы как они с одинаковыми. И потом мне кажется, что она мне к лицу. Да? А вот. Чья фирма? Такая фирма. Так. Напаплир... Да, сейчас очки одену. Фирма Напапидж... Джури. Напапиджури. Капец какой-то. Короче, не знаю. Ну, в общем, на мне вы уже видели, я сейчас её мерить не буду. Так. А Дориква Домингес. Вы уже тоже смотрели, что я там была и мерила брюки. И, конечно, я купила вот эти брюки. Ку-ку. Ещё даже чек валяется. За девятнадцать. Вообще ничего не вижу из очков. Я их купила за девятнадцать евро. Чувствует восемь процентов. А, наверное, ещё восемь процентов на девятнадцать. Вы просто что-то там не... Я не познакомила. Скинули мне что-то там. Тут два чека. А, они, наверное, стоили двадцать один. А ещё и минус восемь процентов. И отдали мне за девятнадцать. Вот так, типа, что ли. Получается, типа, такого. Вы... Ой. Купила я всё-таки эти вот зелёные штанишки. Тоже не знаю, конечно, с этим я... На низком ходу, может быть, они не очень будут смотреться. Но я подумаю, попробую подобрать. Потому что вот низ меня как-то немножечко так смущает. Ну, действительно, низ нужно обыгрывать. А меня очень привлёк вот вверх этих брюк. И вот как они сидят вот здесь вот на талии. И опять же, вот покупаешь одну вещь. Я не знаю, как девочки могут покупать вещь и говорить. Ой, я не знаю брюки, но у меня нет к ним блузки. Я не знаю, с чем их носить. У меня даже обуви нет. Или наоборот, покупают блузку. Ну, не покупают, а смотрят блузку, которая им понравилась. И они говорят, ой, а с чем мне эту блузку носить? У меня даже брюк никаких нет под неё. Я обычно покупаю. Если мне вещь нравится, то я её покупаю. Да, она у меня иногда может лежать год. Вот как год практически пролежали на мне они уже эти полусапожки. Но через год я всё-таки к ним подобрала. И у меня есть такие вещи, вот мои любимые. Вот джинсы эти лежат уже, честно, два года. Но я каждый раз их достаю. У меня сердце кровью обливается, что я их не ношу. Они мне очень нравятся. Но я всё равно найду, что носить к ним. Рано или поздно. И вот эти брючки также. В принципе, у меня как бы, то, что у меня есть из вещей, у меня пока нет идеи, с чем их надевать. Но у них такой очень интересный верх. Посадка очень интересная, красивая. Она так попку делает, такую хорошенькую. И её нужно носить, эти брюки нужно носить с какой-то укороченной кофточкой, с джемпером укороченным, чтобы вот этот пояс, вот до пояса, чтобы она была, чтобы вот этот пояс был в виде. Тогда будет интересно. Тогда его можно. И... Его. Почему его? Тогда их можно носить и на низком ходу. Когда вот здесь вот будет кофточка покороче, то они там, можете посмотреть на видео, они у меня до косточки идут. И они, видите, не скини, а такие, в общем-то, достаточно широкие здесь получаются. И если здесь будет кофточка такая низенькая, и будет открываться поясок, то низкий ход, я думаю, что будет прекрасно смотреться. Но если что-то нужно будет надеть подлиннее, то придётся ногу вытягивать, её на какой-то каблук ставить, чтобы было. Или же, я думаю, тогда нужно загнуть брюки посильнее. Они сейчас у меня до косточки, а их нужно будет ещё, может быть, вверх подогнать. И как будто они такие, знаете, вам нужно пройти по пляжу, по берегу моря, и вы как бы немножко закатали штанину вот в таком виде. Это тоже очень хорошо смотрится. Вот если вы будете, как брюки, не будете знать, как обыграть, что такая длина не очень, то вот имеется в виду, что штанину иногда можно ещё подзакатать, и тогда она ногу вытягивает, и она делает её красивее, интереснее. И можно тогда... Кстати, вот закатанная штанина, она очень хорошо смотрится и на каблуке, и без каблука. Поэтому вот я говорю, что мне они понравились, как сидят на попе, на бёдрах, как сидят, что здесь есть карманы такие интересные. Ну, как бы не то, что интересные карманы, они просто карманы. Они не могут быть интересными, но карманы, я люблю с карманами. Руки длинные, надо куда-то всё время запихать. Тем более, действительно, цена... Ну, вы и сами видели, сколько я брюк перемерила, и... Ну, зачем брать? Даже по цене они одинаковые были, тоже где-то 19 евро, и тоже стоили они за 100 все с лишним. Но если они плохо сидят, вы смотрели, я примеряла, да, ну, куда их брать? Даже за бесплатно их не возьмёшь, потому что их носить просто невозможно. А эти стоили... 98, что ли? 98, да. Потом 25, потом... А с 25-ти 8% — 19. Ну, в общем... Адольфо Домингес, 38 размер. Здесь... Цвет очень хороший. Я люблю вообще зелёный цвет, хотя... Не весь он мне идёт. Ну, а здесь ниже пояса, в принципе, нормально. Да, кстати, это... Кстати... А, нет, отмамы. Ткань... Stretch, не хэбэ. Вот в последнее время перестала любить вот брюки, джинсы хэбэшные. Ну, очень сложно носить хэбэ. Вот классику какую-то, она так мнётся из классики, делает такие мешковатые вещи, что, ну, неаккуратные. И даже не то, что нынётся, бог с ним не мнётся, но она вытягивает коленки. И ты... Только на машине проехала, я, допустим, если дома, я оделась, погладилась, сажусь в машину, приезжаю в Барселону, выхожу, у меня пузыри на коленках. И хожу такая весь день, с пузырями, как эта, как маленькая, не питерская. Ну, в общем, как луша хожу. Поэтому вот стрельчевые, которые тянутся, мне очень нравится такая ткань. Ну, мне в ней комфортно и удобно. Если кто-то непереносимый, у кого-то, ну, я не виновата. Так, дальше, опять же, вот, когда мы ходили, выбирали подарки, я говорю, что-то выцепляешь себе. В том же аутлете, от Cortingles, я купила себе вот на лето такую кофточку. Такая, что-то имплата. Цвет такой приятный, что-то такое джинсовое, да, напоминает. И это все, это как бы вышивка белая. Я ее, я уже ее мерила, потом летом на мне увидите весной. Очень красивая такая, ну, такая приятная она. Я тоже, когда ее померила, мне кажется, прям девушка из деревни, да. Ну, не вывезьте меня из деревни, прям, ностальгия по деревне. Нет, я правда купила ее, ну, я еще не мерила, у меня, кто давно со мной, давно со мной, да, знает, я в прошлой покупке, о, я не показала же вам. Ну, в общем-то, вы знаете, я купила, в прошлый раз, когда мы ходили в АО Атлет, не в Cortingles, в АО Атлет, в Адольфо Домингес, я купила, я мерила там юбку, вот эту вот, белую с голубыми цветами, знаете, такая длинная, прямая, с разрезами. И вот, я так, когда ходила, я почему-то подумала, что, а, у меня к этой же юбке тоже верха нет. И я вот тоже думала, и она же, паразитка, тоже нужно ее с короткой какой-то носить вот вещью, потому что длинная она не очень будет. Красивая, это вроде как бы коротенькая, как раз вот где-то до пояса, как раз она будет вот эту, даю эту юбочку. Я все время думала, у меня там есть футболки белые, может быть, но они правда длинноваты. Тоже думала, может быть мне ее обрезать, как-то, знаешь, просто обрезать ли это и стаскать ли с этой юбкой и, в общем, бутиль. И вот, проходя мимо, я думаю, вот, и я думаю, что эта кофточка как раз вот к той юбке, белая с синим, тут синяя с белым, ну, как бы подойдет такой интересный вариант. Но я, правда, с юбкой еще не мерила. Но если даже она мне с этой юбкой не подойдет, то я найду с чем эту кофточку носить. Она мне очень понравилась. Там, кстати, цвета, вот в корт-энгресс сейчас, а я ее последний раз покупала, вот неделю, две, наверное, назад, может, две с половиной. И там были цвета еще темно-синий с белым. Это вот такая темно-синяя джинса и белые цветы. Ага, стоила она, в принципе, 30 евро. Ну, я за 15 ее взяла. Здесь нету. Здесь нету. А, нет, есть цена. Вот тоже. 29 с чем-то, 29,90. А, нет, 29 ровно и 15 за 15. В принципе, это такая кофта недорогая была, но все равно 30. 15 это не 30. И фирма Октобер. Да? Да. Октобер. Не знаю, что за фирма, я вообще очень много первый раз слышу. В общем, она такая хэбэшечка, такая тоненькая, такая приятненькая. Здесь вот такие кружавчики, соединяющие рукав, тоже сильненькие. Здесь можно на завязочках можно собрать рукав, таким сделать. Можно колоколом, можно закатать рукав, так сделать, покороче его. В общем, можно обыгрывать сколько душе угодно. Здесь тоже вставка из кружева, такого хэбэшного. Такая маленькая, маленькая такая неожиданность, такая приятненькая в виде кружева. Так. Ну, и вот в то же время в Cortingles Outlet я купила себе просто домой таскать, еще ни разу не одела. Вот такая, мне цвет нравится, боже, мне все цвета. Зеленый нравится, синий нравится, серый нравится, бордовый нравится, красный нравится. В общем, какой цвет мне клятут, тем мне все цвета нравятся. Вот такую кофточку дома таскать со спортивными брючками. Само то, она стоила очень дешево, поэтому я ей взяла 4 евро, да? Да, ну, она и так стоила 12, ну, думаю, за 4 евро ну, просто грех не взять. такая она широкая, карманчик здесь, такая простенькая, да? Клевенькая. Так, и, конечно, Timberland я купила, я вам там не показала, потому что я там сидела, мерила, сопела, вся вспотела, пока ногу запихаешь, пока покажешь. я только Виталию вам показала, свои я не показала. Это такая весна-осень, хотя у нас такая зима, что как в России весна и осень, тем более сухая, светлая, серенькая. Я хотела что-то такое, мне хотелось что-то между кедами и кроссовками. Я вроде хожу, мне хотелось светлой к джинсикам там такому бегать, курточки. Ну, вот хожу, смотрю кеды, да, в этом, в общем, ходила в конверсы, смотрела, думала, что-то может быть полукеды, кеды купить такие, бегать светлые, к светлым джинсам. У меня вот видели, да, конверсы такие коричневые, кирпичного цвета, но очень интересные куплены. Я вообще хожу в них, вот сейчас зимой вообще прям не нарадуюсь. Но мне хотелось вот на теплую, на теплую погоду, ну, не совсем на лето, летом у нас такие вообще просто нога вспотеет, а вот на теплую весну, на теплое вот начало и с джинсиками. Ну, смотрю, вроде бы кеды какие-то вот, ну, не нравятся, не было такого вот. Хотелось, чтобы подошва помягче была, чтобы ходить было более упруго, мягко. Опять, на кроссовки смотрела, мне кажется, что кроссовки, наоборот, если конверсы кеда казались, что они такие вот прям как босиком по асфальту, да, ходить, то кроссовки мне казались какими-то громоздкими, наоборот, такой, как будто цементом обляпана нога, вот что-то такое. И все, хотелось как-то вот найти золотую середину, чтобы вот были они аккуратные, но красивые. И, в общем, я когда увидела эти такие, не знаю, ботиночки, да, в Тимберленд, тем более, что у них цена была, так они стоили 120, их за 40 отдавали, я померила, они на ноге смотрятся просто шикарно, ну, чего не взять. И, в общем, я тогда купила вот эти ботиночки. Думаю, что даже не только с джинсами, я думаю, что и с юбками, с платьями, да вообще хоть с чем. Такие класснёвые, интересные, очень классненькие. Так, ну, ну, в общем-то, я, по-моему, опять вас задержала надолго, ну, как не поболтать? Не поболтать. Ну, как не поболтать, если выпадает такая возможность, а то на кулинарных видео все мне кричат, меньше болтай, быстрее показывай, много болтаешь, поэтому всё стараешься компактно, быстренько сделать, показать. Ну, а тут в коем-то веке выпадает такая возможность поболтать с вами, растягиваю удовольствие. Надеюсь, я вам не надоела и буду с вами прощаться на этом. Всем пока-пока, до скорой встречи. Не забудьте поставить лайк. и если кто-то вновь зашел на мой канал, подписаться на него. до скорой встречи. Спасибо. Продолжение следует...